Фух, ну что ж, всем привет! Мы продолжаем проходить Divinity Original Sin, и в этот раз у нас с вами экспедиция вот сюда. В общем-то, давайте туда и отправляться. Вроде как, где-то там нам должно быть вполне себе по себе. Если я ничего не спутал, ну, вроде как... А, заброшенная церковь, ну, пока что вот эта вот местность, она нам вроде как более по уровню. Я знаю, что я сказал вроде как уже много раз, но просто я не уверен в своих... в своей информации. Эти просто стоят. Искатель, ты возвращаешься с победой, враги будут повержены. Легионер, к вашим услугам. Открыть ворота, пожалуйста. Твоё слово для меня приказ. Иди, покажи этой нежити, кто тут главный. Как пафосно. Ну, пойду и покажу. А ты можешь это медленнее делать, а? А, здесь, я помню, были какие-то собаки, которые просто выбегали и сжирали нас. Ну, мы были уровня типа третьего или четвёртого. Они нас сжирали вообще конкретно. А вот тут есть сундук. Ну, будем осторожны тогда продвигаться. Я вот слышу тут бурление яда. Ага. И... и что? Есть зелье защиты от яда, я так подозреваю, да? А, нет, это малая бутылка с ядом. Прекрасно. Ну, вот здесь я вижу кнопку. И вот там я вижу кнопку. Вопрос... Бочка пустая. Вопрос... Сработает ли этот фокус? Ага. Ну, немножко сработает. Так, Дункан, бери. Эм... О! Граната огненная. И граната морозная. Вот ещё одна кнопка. Давайте попробуем сюда кинуть. Дункан не может бросать так далеко. А кто может? Может, кстати, Мадора. Эй... О! Ага. Если мы с собой... А, ну да. Если мы с собой пронесём ещё вот эту бочень... Так. Слушайте, а дождём здесь нельзя всё это смыть просто, а? Или так не работает? Вот здесь я вижу ящики и бочки. И спуск. А, слушайте, это... То место... Ну, откуда начиналось наше путешествие, по сути. Так, а какая из бочек стоит? Эм... Да ну нафиг. Отравились. Так. А, блин. Вот эта бочка стояла. Ха-ха-ха. Как узнать, какая бочка стоит на выключателе? Уврать её и посмотреть, как вся пати будет отравлена. Эм... Где она там? Так. Так, так, так. Где она? Где следующий выключатель? Придётся пытаться нащупать. Вот он. Нащупали. Чпок. Чёрт-то. А, чёрт-то с два. Чёрт-то с два. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да, давайте все перетравитесь и подохнете. Так и происходит. Ладно. Возникли определённые технические проблемы. а именно даже если мы будем невосприимчивы к отравлению все равно она почему-то почему-то кларик получает урон от этого яда но и тогда попробуем действовать вот так и все тут суда все суда давайте зажжем все это вот так вот и теперь потушим все это насколько сможем а сможем и кстати потушить небольшую часть и так меня там же там где мы потушили у нас сразу я так кажется не спасает план тогда берем лары у нее как вы можете видеть есть аватар яда делает ее вроде как нему не восприимчивы к отравлению и давайте еще щит земли щит земли она но при этом смотрите когда она бежит она урон от яда все равно получает но если мы наверно будем идти медленно то может быть мы таким образом сможем пройти с вами я так надеюсь вот эту бочку отсюда кинем хорошо прям еще и горим давайте воду все зальем я не жадный так теперь щит земли еще давай щит земли на себя об аватар яда давай 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 там все взорвалось нифига не понятно что происходит а пройдем 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 прошли почти слушайте совсем я близко подобрался но еще еще не то блин либо с целебное зелье одно усилие сопротивление здесь на но надолго работает но есть попробовать она три хода но уже что-то не очень так теперь тушим все тут пушим пушим я сказал кушаем и пробежать успеем интересно ну пожалуйста успели мы успели короче была история про какого-то латвийского теннисиста а он играл с каким-то другим теннисистом пятнадцатый раз что ли и 14 раз до этого его тот оппонент обыгрывал и в пятнадцатый раз он таки своего оппонента побил а после чего заявил и пусть это будет для вас уроком никто не побеждает меня 15 раз подряд вот мы с вами только что сделали то же самое мы не дали игре нас тысячный раз обмануть обхитрить и убить все мы выключили надеюсь надеюсь да до срань господню сколько же можно вот серьезно уже прошли казалось бы все и тут на тебе финальный ну играй короче видимо что-то подчеркнула у dark souls по крайней мере свое издевательство над игроками точно на ключ что взяли у нас у кого-то был телекинез по-моему у дункана дункан а это было было обманочка вот чего то есть финально здесь еще и в конце обманка чтобы мы наступили ну ладно дверь то в общем то пробиваем а и я пожалуй займусь этим а мы с вами встретимся как только она падет от наших крепких заклинаний я надеюсь это произойдется да слушайте может быть даже не будем с вами расставаться нет расстанемся 5 секунд фуф ну вот и все садовая калитка палат нашего напора подозреваю что здесь что тут у нас ого найден алтарь странствий как он хоть называется развалины виллы у развалины дела и мы почти почти дошли с вами тихо 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 не это не агриться дошли с вами до сундука к пока при этом у меня уже на часах 20 минут сначала в записи прошло но подозреваю что в эпизоде это где-то минута 5 но я довольно таки упертый и сдаваться так просто не хотел нет праздник правда не знаю стоило ли оно того или нет потому что скорее всего мы могли бы и в обход прийти сюда же как минимум и сейчас зато сразу получим сундук в награду ну так себе видимо до усиленный арбалет и восприятие инициатива но кстати стать шапка лучше чем ее аккаунт у нас есть снежный шапки восприятие лидерство оставим восприятие инициатива такая же а инициатива за ну тогда давайте бирдадир шапочку и обновим что ж а у нас с вами тут целый целый целая вилла видимо кишмя кишечья нежити да да не нравится мне этого все дверь в сад а тут так ладно это мы пока оставим как есть я так называю что это кузня который нам говорили восточный королевский сундук но если ты такой он заперт но наверняка он окажется не очень крепко о да снова увидимся с вами сундук крепко взорвался ух ты но там выпал синий меч такой же как у нас синий топор по моему нет ни ли да да слушайте или нет церемониальный двуручный меч вандала фигасе шанс 20 процентов наложить оглушение это идет мадоркиной ну уже уже мы суда сходили не зря так а плечи кого какие-нибудь есть у всех примерно одна и та же шляпа ладно мадора 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 5088 а вот это вот ну да с ним она будет тащить потас давайте-ка его и возьмем жалко что в игре но как дебле я уже говорил об этом нельзя несколько наборов снаряжения сделать это было бы очень удобно эй вы чё здесь делаете и главное откуда мадора хочешь сражаться они нас кстати не видят напрямую дать мадора просто вот вперед сюда выйдет и встанет с лопатой своей ну крик не план такая крик не такая и все дамы особо ни в кого пострелять не можем хотя и не можем дать тогда лучше тоже бафаться такие еще раз вот и паука вот сюда чтобы если они побегут на нас вот здесь их сразу отрезать думаю это хорош тема а дункан просто отойдет на случай если вот сюда просто кинут гранат олк вот сюда подойдет и стой здесь уж дункан отошел бедный и по нему начинают стрелять я попытался его вывести из-под удара а им вообще я так смотрю что зона видимости не помеха ни разу не вот этим помех но эти и вроде не серьезная особо блин надо было вот отсюда заходить к ним тогда бы мы оказались ну нормальной ситуации потому что у нас то урон сейчас есть у нас и заклинание есть и урон есть и все мадора о ну ладно не достать а вот так цель заблокирована хорошо а вот так мадора мадора а давайте рикошет запустим потому что тогда мы еще и вот этого зацепим нет не зацепили странно и чпок а здесь я бы подлечил товарища дункана но потому что не и давайте ему не знала тарьяды кинем допустим странный ход ну ну почему бы нет паук дожираем дожираем я сказал паук о и спокойно стоит я надеюсь после этого боя нам уровень подруг это было бы очень неплохо а теперь мы можем его взять не можем а вот этого чего не можем да не видим их они по нам как-то стреляют они назначить видят ну ладно и теперь они нас тоже не видят ладно пошел на мадору судя по всему да а нет ослепил бар доктор да нам бы с вами какие-нибудь ускорение замедления во первых всегда канает во вторых какие-нибудь диспеллы судя по всему чем дальше мы идем тем больше против нас становится мерзостных кастеров которые используют мерзостные свои с пылы мадора мадора просто душка просто прелесть как видно видно но но не попасть она там пока duncan отличивается у нас вот эта штука точно била по да ну короче как арта бьет чисто по по местности не обязательно прямая видимость и duncan никого не может репортнуть ну и ладно главное что он сам безопасности и поможем чуть видеть помощи там ничего не видит почему-то только они через эти стены видели ладно пау паук но паук поползет вперед и будет кусать скелет стражника хотя надо было мага писать а мы можем мага мы можем могу кусать так тем более да и блин мадоре наверное я бы хотел еще один одну очков качать телосложение потому что она прям уже очень толстая и будут еще чуть-чуть и прямо на из боя может не выходить она прям показывает на себя отлично внутри такого союзника как мадора можно только пожелать вот в этого года пойдем попадем а давайте и все видимо стоит duncan duncan отлип но у донкана есть тиски в загашнике 1 фигачили и я даже не знаю что еще можем сделать мы не попадем интересно а молнии молнии не попадем а вот эту штуку можно кидать типа навесик до навесиком так навесик такой легкий баскетбольный бросочек чувачки лечатся нам на уровня ну порядочно еще но это только первое столкновение наше здесь я так полагаю что у нас тут еще будут приключения что шри кашет прекрасно и давайте у оружию прикольно оглушили это хорошо скелет полная наплевать а вот на это далеко не наплевать и вот поэтому можем еще раз камень бросить отлично работает артиллерия но и товарищ duncan у которого отлипло просто все действительно вряд ли ближайшие какое-то время мы будем с вами чем-то вообще пользоваться из жезлов и так далее с таким с таким количеством заклинаний доступно он пошел ближний бой а он и так шел ближний бой мы ему помогли в данном случае ну ну добьем его за это прекрасно и остался финальный скелет стражник которого мы сейчас которого мы сейчас завалим прелесть просто прелесть осталось после боя подлечиться жалко что этого автоматом не происходит это было бы удобно потому что все равно у нас заклинание завязаны только на кулдауны и по сути но ничто не мешает игре делать за нас тут какой-то подозрительный кустик знаете ли свиткова тарбурь возьмем усиленный кожный доспехи тоже соберем ой duncan отравился а тут немного яд на земле было он проще его потом подлечить давайте вот отпустика смотрим и уже в таких местах что-то находил нифига здесь нет но правда а еще один алтарь странств как интересно а мы можем туда закинуть кого-нибудь например телепортации например нашу несчастную флоры не вне зоны видимости естественно а сверху ой костяной барон леди анна а типа местные боссы что-то как-то не прошло и эпизода как мы с вами от босса до босса но тут мы правда зашли с вами через черный получается ход возможно но я бы сначала осмотрелся вокруг может быть в этом поместье пошаркал потому что но реально буквально я не знаю 78 мобов и у нас с вами будет новый уровень и этот бой будет гораздо легче мне бы не хотелось сейчас на сложных щах с ними сражаться чтобы потом обнаружить что можно было все это гораздо проще там разрешить тем более 9 уровень он но он многое дает они слушать а сюда действительно единственный проход через вот ту ядовитую дверь заперта одну минуточку ну что ж сундук палат наших рук давайте соберем вот эти ништяки которые нам здесь достались посмотрим что в них хорошего так по времени опознать взлом ремесла но пригодится ладно а мы тем временем знать что в этот дом вот соваться мне не хочется от слова совсем давайте вернемся с вами обратно и вернемся на ту развилку где повернул на юг и попробуем сходить на север а вот так-то гораздо лучше я просто подумал что ну реально нам будет о варга ты пахнешь ты пахнешь как герой герой которого я ждал герой герой расскажи о себе это дело у меня как кость горли ну то есть костей у меня как раз во рту давно не было в том-то и беда мы с другом забрали у этих ковыляющих мертвецов кучу съедобных штук они настоящий пир на двух ногах но нас прогнала стая волков если пойдешь за мной я приведу тебя прямо к ним такой герой как ты разделается с ними за пару минут мой герой я покажу тебе дорогу ну пошли что а зайцы 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 в этих краях даже морковь толком не растет впрочем моим собрать им хибер хами еще хуже это к нему а вот я вижу волку но мы сразу вот так вот хоп и на упреждением закинем паука отлично когда бой начинается с того что у нас на поле выходит паук ярость но он вряд ли они будут кастовать волки касту представьте себе активно пилос нет варго ноу варго что ты делаешь зачем туда побежала нет то есть мы без него здесь справились прекрасно в общем если волк пытается нам помочь он дух ну точнее не волк а пёс поэтому мы попытаемся его игнорить максимально и пойдем другой дорогой да кажется вот так у нас должно получиться и мы тогда волкам этим зайдем спину уж не идет за нами вроде не так еще чуть-чуть вперед пойти вот супер все то же самое только теперь вот этот вот песик наш не должен погибнуть он побежал вперед все равно по засранец но просто у меня надежда на то что волки побегут на нас нет а ну да они на нас побежали но он нормально кусается вот если эти все до побегут сюда мы можем во первых их массово зажечь во вторых их массово ну короче что угодно массово с ними сделать во 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 вот это гораздо лучше вот эта фишка мне нравится прям больше ну а танкует у нас пол которого не жалко как всегда и в этот раз мы с вами оказались без проклятия он один на троих ладно мадора мадора кричал очку давай вот и а давай его крепнем вот гораздо лучше теперь вот такую штучку мы можем сделать и теперь эти как-нибудь по всем бы а вот так суперски и на этом закончим здесь о мы можем по нему попасть а я думаю в него можем воткнуть 5 получится интересно давайте попробуем ух ну что главарь готов так тогда вот этот парга возможно даже справиться ну просто всегда же мы хотим хэппи-энда до какого-то может быть это будет наш хэппи-энд случае duncan duncan а ты можешь что-нибудь тисками он может бить тех кого далеко тиски у него четыре хода есть а ходит то он у нас теперь с вами эгэгэ как благодаря ботиночкам кстати вот это очень клёво и тиски например на вот этого вот волчар чтобы он ослеп он ослеп прекрасно ну просто duncan пытается всеми силами а спасти вот этого варга блин куда ты побежал дурень куда ты побежал этот сраный пёс самоубийца сейчас мне весь бой снова испортит мадур давай вперед двигайся так надо чуть-чуть тобой вперед пройти давайте вот так и выстрелим по волкам прекрасно они завыли завыли заскулили гаденыши и цель слишком далеко нам надо чуть-чуть подойти сколько мы можем на одну очку пройти вот столько и нам не хватает серьезно ну ладно давайте тогда камень скинем огонь паук 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 а попробую ословить вот этого слабость а вот это вот например просто пусто не мимо duncan а чё duncan чё сразу думку ну вот сюда вот этого волка слепого на издевательство какой-то над животными ай этот бежит на нас но нормально тут duncan его прим наверное ну прикольно если бы варага если в случае если он выживает он бы к нам присоединялся а он паука нашего лечит а он лечит нашего паука так мадора сокрушающий кулак вот на этого и еще вперед проходим вот так вот так а теперь надо заняться вот этими ребятушками частности ну ладно частности видимо вот этими чпок раз о оглушение чпок 2 оглушение просто жжет девчуля и давайте вот этому гаденышу яд сейчас прилетит ух красиво а duncan кстати может сделать троллу и уйти в инвиз 4 об этом не подумал у duncan есть довольно таки уникальные свойства ладно паук догрызай вот этого готов у нас кажется прям на уровень хватает duncan пока пока прям это как настроение поднялось таких хитрых многоходовочек так вот наш уровень стать эй они еще не все цель заблокирована а вот сюда чуть-чуть выйти вот он готов готов касатик и вот тут чего отравлю ну давайте в общем то сейчас как вы понимаете я не вижу смысла на добивание вот этих всех ребят тратить стрелы они уже практически побеждены нами остается тут просто уже чуть-чуть вот так сделаем сейчас давайте папа это сосудка поймает уровне 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 я люблю уровне паучок вот сюда там остался где наш друг вот и duncan может из инвиза теперь еще раз молнию стать а дам готова уху прекрасно сушки но вообще никто из наших урона не получил там паук споткнулся стоп это мне показалось что это пирамидка ладно подождем немножко куда ты пошел пёсус 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 непонятно куда он смылся все все расставило но мы тут соберем всякие звериные шкуры волосы и грибы в том числе а песик смылся но видимо мы ему помогли он решил такой что типа все и здесь чуть-чуть есть есть нужно быть но это я сам себя убеждаю правда по большей части малахит а куда наделся пёсик он типа нас позвал помог и скрылся часами или тут еще дальше какая-то история да нет это мы давайте попробуем вернуться туда где мы его встретили может он нам здесь что нибудь скажет такое возможно что он тут вот подъем к этой вилле тьмы смерти отчаяния ну ладно не хочет так не хочет давайте love love сделаем это приятные такие заботы у нее четыре очка навыков навыки я думаю военное дело нам бесполезно пока что неплохо да сказал так 6 на уровне новичок 3 на уровне адепт и 0 на уровне мастер то есть мы получим а если вложим сюда еще одну очкова получим одно на уровне адепта и одно на уровне мастер дополнительная адепта у нас вообще забиты 1 адепт 2 адепт у нас 2 адепта ну давайте ладно а что даст двуручное оружие увеличивать шанс нанести критический урон на 22 процента и базовый коэффициент критического удара 280 не так интересно мне кажется военное дело круче донкан а у донкана 7 очков навыков я бы взял чародейство потому что то они от девятый уровень девятый уровень надо брать уже что-то серьезное но мы можем взять перекинет или артурге а смысл у нас они не забиты совсем еще давайте донкам действительно чародистов качает это же неплохая тема 4 очка а ну вот да и чародейство будет 2 соответственно уровень 1 уровень 2 мы с вами до адепта так не дойдем все равно четыре очка да но вот так тоже мы а что это дает вы можете выучить и сколько сколько воды уйдет нас и поперек иных ладно воздух нет 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 чародейства дункан у нас пойдет вширь вот что я решил и я буду придерживаться этого со стихи меня ладно у девчули у девчули есть лук и у девчули есть стрельба и 2 очка навыков вопросов где в чуле нет вообще а здесь тоже 2 очка навыков а у нас только дункан и и мадора копили видимо да а тогда все тогда очень очень быстро это все было сожалению но я попытаюсь все же найти песика нашего дружелюбного он надеюсь не убежал вперед не получает часто по щам от кучи кучи врагов а вот он стой куда ты что это расскажи о себе но он покажет нам дорогу он показал уже нам дорогу и еще с кустах и как бы все мы предположим что по карте здесь еще карта сокровищ жиром опять а и вот там у нас проход кажется к новому алтарю путешествие да да это он самый адам адам-тадам что у нас тут занимательной жидкости том 2 предлагаю сразу почитать у нас там будут рецепты вы когда-нибудь пробовали гиппинию если да то вам хорошо известно к чему это приводит большинство грибов этого рода произрастающих в ревелоне обладает тем же самым эффектом если вы умеете готовить зелье выжмите гиппинию флакон это усилит их действия и конечно же попробуйте смешать ее с другими ингредиентами спасибо прекрасные рецепты журнал покажет наш о грена и ничего это что сайсел роща романтичное название а ладно давайте сходим в таверну вот что ну что ж и того мы пришли к торговке вот этими вот а заклинаниями чародейства экзорциз нанесение колоссального урона взлом инициатива очки здоровья сопротивление яду круто кстати 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 совсем забыл нам бы с вами пройтись по по торговцам посмотреть что у них клевого из этим а в поле появилась ну да ладно лечит за счет энергии врага ну я так понимаю дальность пять метров порча шанс наложить проклятие ослабление снижение сопротивления похищение воли снимает силу воли гниение вызывает угасание жертвы причем исцелить ее в могиле зельями невозможно от них будет только хуже занятно очарование вряд ли мы скелетов очаруем усиливает урон наносимый союзников в и экзорцизм вот экзорцизм точно нам нужен и я не знаю как насчет давайте только клары льда будет торговать потому что отношение к ней чуть лучше да и тинь 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 клятва сквернение давайте вот эти два купим эти адептов ски стоят копейки ну точнее новичковые очарование гниение похищение воли снижение сопротивления экзорцизм клятва сквернение снижение сопротивления и порча вот прекрасно торгуем а стоп 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 ну да так и я так думаю что дункан это все может выучить у нас давайте ему передадим он в свою очередь давайте по времени только отсортируем сейчас один момент вот все что мы украли кстати ей бы передать это пойдет на продажу она в свою очередь передает ему все книженьки 1 2 3 пыталась зажать 14 но и дункан у нас с вами все это может изучить теперь мне кажется отлично дункан стал чуточку круче у него есть теперь во первых вот это вот экзорцизм мы можем просто ткнуть пальчиком любого призного монстра и он распадет вспомните как тогда на 10000 пронесли нашего самона фуф ну и я честно говоря сбился со времени думаю что давайте следующий раз мы начнем вот с тех двух скелетов непонятных а пока на этом этот эпизод закончим поэтому спасибо миша лебедеву тому миша фамина зуклике андрею фиолетову максиму вавилу константину захарову алексея смирнову эдуарда бабушкина за то что они продолжают поддерживать наш канал я сейчас наверное с вами распрощаюсь и побегу по торговцам посмотрю вдруг у них есть что-нибудь полезное если есть следующем эпизоде покажу расскажу если нет начнем сразу со сражения пока нет все счастливо пока